Я очень рад быть у вас здесь, действительно приятного и интересного. Я хочу вам рассказать о наших исследованиях, представить наше исследование, это то, на что я буду опираться, это массовые, репрезентативные общероссийские опросы общественного мира, которые мы ведем регулярно. Ведем уже 30 лет, в этом году как раз исполняется 30 лет нашей работы. Два слова о том, что это за материал, потому что очень часто люди не совсем представляют, что за фактуру мы получаем. Обычно под опросами общественного мнения принимаются суммированные мнения населения, сумма индивидуальных мнений. Это, вообще говоря, глубоко ошибочные предсказания. Потому что есть два типа социологической информации. Первое – это сведения, которые мы получаем в результате опросов. А то, что, хотя мы проводим по разным технологиям, но то, что я буду показывать, это фейс-то-фейс интервью, личные по случайной выборке по квартире, по квартирной или по маршрутной. Первое – это сведения, касающиеся самого индивида. Его доходов, его образования, эмоциональности, этнической принадлежности, социального положения, состояния, эмоционального состояния и прочее. То, что он может сам сказать, и что связано с его повседневным опытом. И есть другое сведение, касающееся то, что выходит за рамки его повседневного опыта, и что он, в принципе, не может проверить сам. Это представления, политические представления, установки образа других стран, отношения к партиям, к правительству, к власти и прочее. Картины реальности, которые он получает извне, и которые, в принципе, не проверяемы его наличными средствами. Второй тип – это то, что Дюргейм называл коллективные представления. Это совершенно другая реальность, поскольку она обладает принудительной значимостью. Люди подчиняются этим представлениям. Они могут не соглашаться, принимать их, не принимать. Но тогда это всегда сопровождается некоторыми, то, что можно назвать социальными санкциями, осуждением, несогласием, возражением и прочее. Короче, это разные материи. Они пересекаются, конечно, но, в принципе, это разные по сути. Поэтому, представлять, что очень часто встречаемая ошибка, что, особенно в последние годы, что в тоталитарных или авторитарных странах невозможно проводить социологические исследования, потому что люди боятся говорить, говорят неправду, неискренне. Это некоторые заблуждения, опирающиеся на очень давние предрассуды, вообще говоря, философской антропологии XVIII века, что человек — это такая монада, которая может быть сама, сам по себе составить все представления о мире. Это не так. Большая часть представлений о мире он получает из вне, из школы, из средств массовой информации, из политических выступлений политиков, из охраны и прочих ведомств. Так что, можно было, когда мы спрашиваем, можно там доверять людям, когда они говорят о собственной повседневной жизни, и это вполне проверяемо, и они владеют информацией. Но что они могут сказать о политике Государственного департамента Соединенных Штатов или о войне в Сирии, здесь, или о войне на Украине, здесь они полностью не контролируют. Они получают это извне конструкции. И они могут либо полностью отклонить информацию, либо менять. Но взаимодействовать с ней они не могут, потому что не хватает ни компетенции, ни прочее. Поэтому это разные источники информации, с ними немножко по-разному надо работать. Самое ценное в нашей работе, но помимо корректности проведения опросов, это длительность. То, что мы получаем за много лет, представлять собой такие длинные тренды массовых настроений, лучше всего было бы, проще всего, было бы задавать один и тот же вопрос, какое у вас сегодня настроение. Если вы это повторяете 30 лет подряд, то вы получаете некоторую социограмму таких массовых настроений, отражающие и прострации, и кризисы, и коллективные фазы такого подъема и прочее. Вот такой пример на кардиограмму российского общества я вам хочу представить. Вот для начала, чтобы вы просто имели представление. Это вот тяжелый... Давайте я просто показываю. Вот этот вот период... Очень простой вопрос. В каком направлении движется страна? Правильно или неправильно? Сам по себе вопрос достаточно бессмысленный, но если его задавать повторно, то он будет отражать массовое настроение. Вот это вот период 90-х годов. Очень тяжелый трансформационный период институциональных изменений. Больше половины людей находятся в состоянии крайней фрустрации и депрессии. Уровень жизни в этот трансформационный период упал примерно... Ну, больше чем два раза примерно. Если сравнивать с последним советским годом, 90-м годом, то доходы населения упали на 55%. Эта масса людей потеряла работу в этот момент. И первоначальные надежды на то, что страна окажется от коммунизма, от социалистической системы, быстро примет внешние такие западные формы демократии, то тут же наступит экономическое чудо, процветание и прочее. Оказалось, это сильнейшая иллюзия не просто падение доходов, но и обесценивание всех накоплений, сбережений, которые были до этого, в том числе и пенсионные накопления, что очень больно воспринималось, болезненно воспринималось населением. И, главное, потеря представления о будущем. Люди были крайне дезориентированы. Задержки зарплаты здесь доходили, по нашим вопросам, до 7 месяцев. Это вообще, говорят, не очень даже понятно, как люди выживали. Кто-то занимался таким розничным бизнесом, мелкой торговлей, кто-то жил за счет, особенно если это в малых городах и в сельской местности, за счет личного приусадебного хозяйства, огородов и прочего. Но страна выживала, можно сказать. Только к концу 97-го года наметился некоторый программ. Просвет такой начал работать по первым признакам оживления в экономике, но кризис 98-го года, очень мировой кризис, очень больно ударил и обесценил. И люди отвернулись от реформаторов, от демократов, практически полностью, были утрачены поддержкой, симпатия. И, напротив, выросли ожидания авторитарного лидера, твердой руки, сильной руки, которая не ведет порядок. Это еще до прихода Путина. Приход Путина, который заявил, вот такую позицию, немедленно вызвал массовые надежды. Все социальные показатели, сейчас, собственно, экономическое положение не улучшилось, а все социальные показатели, вы видите, подпрыгнули, что редко бывает, вообще говоря. Это значит, он пришел, ведь не просто он заявил о себе таким, он пришел на фоне терактов в российских городах, в Москве, в Волгодонске, в других местах, такой ситуации отчаянного страха. И на этом фоне, вот действительно, произошло очень быстрое опознание его как лидера, и настроения резко начали подниматься вверх. Кроме того, что очень важно, заработала рыночная экономика, наконец, произошли, завершились инфрациональные реформы, и начался, действительно, рост экономики. С некоторыми, там, колебаниями, связанными, вот здесь, это гибель подлодки, Курск, которая произвела очень тяжелое впечатление, теракты на Дубровке и в театральном центре на Дубровке и позднее в Беслане. Вот. Тем не менее, в целом, если посмотреть, да, ну и еще в пятом году неудачная пенсионная реформа, которая была свернута, так называемая монетизация и год, которая вызвала массовые протесты, особенно наиболее бедные и пожилые части. населения. Но если посмотреть, то вплоть до восьмого года начался рост всех показателей, связанный, прежде всего, с началом потребительского бума. Экономика начала не просто расти, а расти очень быстрыми темпами. Реальные доходы населения в этот период увеличились и увеличились ежегодно примерно на 7-8% в год. Это просто начался действительно потребительский бум. Можно сказать, что Россия в этот период никогда в своей истории не жила так хорошо, как в эти годы. Резко сократилось число бедных. Если здесь представить, в 98-м году число бедных, то есть тем, которым не хватало средств на повседневную жизнь, даже на еду, составляло 39%, то к восьмому году эта цифра сократилась до 7-8%. То есть уменьшилось просто и число нуждающихся, число бедных, ну и, соответственно, начало стремительно расти число людей состоятельных. То есть общее ощущение некоторого благополучия, которое вот установилось то, что пришло время, которого ждали, я бы сказал. И несмотря на явно антидемократические меры, которые предприняли правительство Путина, тем не менее он пользуется здесь полной поддержкой, большинство поддержки. Пик приходится на август 2008 года. Это очень важный момент. Это война с Грузией. Патриотические шовинистический подъем, мобилизация. Причем эта война воспринимается не просто как война с Грузией, с режимом Саакашвили, а пропаганда это подает как столкновение с Соединенными Штатами, стоящими за спиной Саакашвили. Как конфронтация с Соединенными Штатами, которые вытесняют Россию с традиционных зону влияния. И поэтому повышенная маленькая Грузия воспринимается как возвращение России в ее роли на мировой сцене, как восстановление авторитета. Но 2008 год, лето, почти сразу же осенью начался экономический кризис, который резко обрушил всю популярность, поддержку Путина. И несмотря на то, что правительство пыталось снять Россоциальное напряжение резким увеличением социального выплат, это, вообще говоря, дало очень кратковременный эффект. И в целом до конца 2013 года мы столкнемся с падением доверия, с ростом социального напряжения, которое влилось, вообще говоря, в массовые демонстрации, антипутинские демонстрации протеста, но только в крупных городах. Это очень важно. Вот именно к этому моменту популярность Путина вот если посмотреть, вы видите здесь, это приход его, такой совершенно невероятный взгляд популярности, дальше с некоторыми колебаниями Курск, монетизация, вот вот эта неудачная пенсионная рекорда, война с Грузией, пик, когда его деятельность одобряли 87%, почти наивысшая точка пенсии, а дальше начинается падение до ноября 2013 года. В ответ на массовые протесты в России началась резкая такая кампания по резко кредитации оппозиции и принятие примерно 40 срешных репрессивных законов, поправок в законодательство, которые резко ограничены возможность и деятельности организации гражданского общества, партии и начали такую кампанию по присоледованию оппозиции сторонников массовых выступлений. Начался так называемый болотный процесс по названию площади на котором проходили массовые протесты были осуждены активисты и начался период такого резкого ужесточения режима. В декабре в ноябре и декабре 2013 года 63% говорили, что они не хотели бы видеть Путина на следующих президентских выборах, что они устали ждать от него выполнения обещаний, что нужен новый человек, который бы обозначил новый курс, другой, же, даже, причем не из его команды и не из партии власти, а совершенно другой. И в этот момент происходит событие на Украине, Майдан, которое вызывает в Кремле чувство такого паники, потому что понятно, что выступления против коррумтированного режима могут служить моделью для переноса в Россию. Тем более, что часть русских националистов вполне готовы были участвовать и в Майдане, и потом перенести этот опыт. Об этом они открыто выступали, заявляли в социальных сетях. поэтому началась совершенно экстраординарная по своей интенсивности пропагандистская кампания, антиукраинская, антизападная, основанная на трех таких тезисах. Первый тезис. На Украине произошел государственный переворот, инспирированный, подготовленный, проклаченный Соединенными Штатами. власти пришли украинские фашисты, что создало угрозу для безопасности русским живущим на юге и востоке Украины. пропаганда заговорила вот здесь ключевое слово это фашизм. Власть или пропаганда заговорила на языке Второй мировой войны, борьбы с фашизмом, что чрезвычайно чувствительно для русского национального сознания, где просто центральные события, это война, Вторая мировая война и победа в этом. Поэтому первоначальные симпатии к Украине или по крайней мере нейтральные отношения к тому, что события, которые происходят на Украине в Киеве, они сменились растущей такой враждебности по отношению к Украине, к украинцам. и просто поддержки одобрения действий режим. Особенно это усилилось в просторе анекции Крыма, которое вызвало такое патриотическое чувство гордости, подъема, консолидации, связанные одновременно со страхом перед большой войной. У нас на фокус-группах люди говорили, что мы уже вступили в третью мировую войну, но пока еще только в холодной фазе. Это вот если вы посмотрите две таких два таких состояния, крайне редко фиксируем вопросов общественной линии, то это будет свидетельство возбужденного состояния общества. Это ненормальное состояние. В этом состоянии картина реальности резко упрощается. Она делается однозначно, черно-белой, без оттенков. И соответственно все делится на своих и чужих, друзей и врагов. Никакого представления о сложности общества, многообразии групп, интересов, необходимости находить какие-то компромиссы, соглашения, все это исчезает и наступает ситуация действительно мобилизации, поддержки. все претензии к Путину, которые были вот в этот период после такой неявной войны на Украине очень интересные ответы были в этот период. Люди понимали, что там российские или войска военные заслужащие, что события эти отчасти инспирированные, но считали нужным отрицать это. Вот это чрезвычайно важно. Само по себе эти события, они конечно воспринимались как нарушение норм международного права, особенно после анекса и Крыма. Но именно потому, что существовало, по мнению людей, легко принявших вот это объяснение, существовало угроза геноцида русским, то это нарушение получало некоторое оправдание, объяснение и было принято. Да, конечно, международное право нарушено, но Путин выступил правильно, по мнению наших респондентов, потому что он защищает своих и это правильно. Соответственно, здесь возникает конфронтация такая между признанием формального права и справедливости, которое совершенно по-другим, на других основаниях построено. В любом случае, это дало такую массовую невероятную эйфорию после аннексии Крыма. Демонстрация протеста, лозунги, ток людей. Наш центр находится в самом центре Москвы, и вот эти гуляющие публики со знаменами, с всякого рода символами, это не придумаешь, это было видно совершенно, что страна переживала такое состояние некоторой эйфории от того, что произошло. Крым не просто наш начался, вот этот период компании Крым наш, мы, как опять-таки люди говорили нам на наших фокус-группах, мы показали всем зубы, мы заставили нас уважать. это важно заставили нас уважать. Это указывает на очень скрытый комплекс неполноционности, в этот раз мы поподробнее о том говорим, который здесь проявился. И одновременно сильнейший страх, еще раз говорю, это он уже непридуманный и он не связан с пропагандой, потому что если вы начинаете противостоять миру, попадаете в режим санкций, то нужно не просто объяснение, некоторый такой кураж, который подсознательно сопровождается и страхом, сильнейшим страхом. И это важная сторона вот этого коллективного фазы возбуждения, некоторой такой не просто мобилизации, но некоторое упоение, даже я бы сказал, но введение санкций, международных санкций, оно было воспринято вначале с недумением, ну и не вызвало, первое месяце не вызвало никакой особой реакции, потому что так как это было объявлено и первоначально и представляло, что это будет направлен только против высшего руководства или ближайшего окружения Путина. Поэтому, ну, они пострадают, но мы здесь ни при чем. Вот так отвечали. Но довольно скоро пропаганда развернула, особенно после введения контрсанкций, когда российское правительство приняло ответные меры, которые довольно болезненно ударили по-своим, потому что они ограничили этот товар и продовольствие в страну. В целом большая часть населения этих контрсанкций, особенно в первый момент, не заметила, потому что провинция, сельское население, население малых городов, оно слабо связано с импортом и не ощущает это. Оно живет собственным производством. А население больших городов, где гораздо сильнее развитая рыбочная экономика и большая часть людей включена в сектора, не связанная с государством, оно, конечно, очень почувствовано. К 15-му году, к осени 15-го года внезапно упал и цены на нефть и это рубль обрушился и это примерно привело к резкому падению доходов населения и обесцениванию сбережения. Сразу не видим здесь победу. И впервые здесь люди начали задумываться об ответственности за это, но тем не менее ситуация немножко улучшилась и надежда на то, что Путин выведет страну из-за этого кризиса, повторив тем самым вот этот номер какой-то 2000-х годах, он как-то привел, повысил надежду. отчасти это связано вот если брать вот этот вот период, отчасти это связано с американскими выборами, потому что расчет на то, что теракт победит, он привел к тому, что антизападная пропаганда начала уменьшать свою интенсивность, более спокойный тонн, но после потом я покажу графики отношений с штатами, но потом когда перезагрузка не произошла, то соответственно антизападная пропаганда опять восстановилась. Тем не менее, до последнего времени все-таки особенно при приближении президентской кампании Путина и раскрутке такого политической рекламы все показатели начали опять расти до апреля этого года. Что произошло в апреле? В апреле был чемпионат по футболу с одной стороны и некоторый такой праздник резкое ослабление ощущений конфронтации действительно некоторый фестиваль и на этом фоне руководство страны объявляет о начале пенсионной реформы, которая воспринято крайне негативно. 90% населения по нашим данным выступили против нее. Ну как выступили они высказали социологические вопросы к своему мнению. 73% считали что Путин не должен подписывать этот закон направлять он должен его отправить. Но когда мы спрашивали а как он поступит тут мнение разделяется. 37% считало что он подпишет 33% отклонит. То есть уже заранее готовность была смириться с этим. Но тем не менее ненавольствует и рост разгражений особенно на фоне на фоне роста налогов очень серьезного и роста акциза и снижения доходов населения оно не снималось. Вообще говоря за этот период кромской кампании доходы населения упали по разным оценкам. Там примерно на 13 последние цифры где-то на 15 процентов. реальные доходы населения это болезнь. Это безусловно болезнь но не смертельно для системы потому что процесс снижения доходов он медленный и люди успевали адаптироваться к нему привыкнуть. Тем не менее недоборство очень высокое было. В июле августе по нашим опросам 53% готовы были выйти на улицу с протестами если бы такие протесты проходили там где они живут. Ну во-первых начались аресты активистов во-вторых началась кампания против участников таких демонстраций и сами может быть вы знаете подготовка оппозиции не системной оппозиции к массовым выступлениям она была парализована потому что прошли мощные акции арестов число арестов сотрудников Навального который готовил это через социальные сети составил около 1700 человек это огромная цифра в разных городах понятно самое Навальный фактически постоянно вы знаете кто такой Навальный не надо объяснить вот он арестовывался на 30 суток выходил его очередной раз арестовывался и прочее при этом нельзя сказать что он был получил такую очень большую известность и поддержку важно что он был только лишь поводом для организатора таких поступлений логика населения здесь была такая примерно вам не хватает денег на Сирию на войну в Донбассе на перевооружение поэтому вы лезете к нам в карман вы лезете за деньгами населения что само по себе конечно воспринимается нехорошо но важно что как люди оценивают вот саму пенсию отношение к пенсии есть два две философии пенсии которые существуют в России с советских времен первая это честно советская версия и она принята властью это пенсия это компенсация утраты трудоспособности поэтому это не а поскольку как заявляет правительство поскольку уровень жизни повысился люди стали жить дольше то соответственно и можно поднять этот возраст на 5 лет но население считает совершенно иначе пенсии это накопление самого населения сбережения которые через государственную систему обеспечивают старость нельзя сказать что это очень высокое обеспечение коэффициент возмещения то что называется отношение пенсии к средней зарплате составляет в России 34% по официальным данным реально где-то около 30 чуть ниже это намного ниже чем в европейских странах но очень важно что собственно это дополнительные деньги дополнительные доходы по населению люди достигают пенсионного возраста 55 для женщин 60 для мужчин они не перестают работать как правило и в среднем еще работают примерно 5-6 лет и вот это оказывается дополнительным источником дохода собственно с этого момента начинается для большей части населения сбережения накопления которые позволяют семье ну как-то распорядиться деньгами начать начать какие-то другие дорасходы совершенно принципиально поэтому именно такой пенсионной реформы вызвало именно такой эффект крайне негативный вот соответственно если смотреть на это мы получаем во-первых всю траекторию поддержки Путина я уже примерно рассказал о чем я стоял но да ну и здесь снижение естественно поддержки во-первых есть некоторая усталость вот четырех лет такого ситуации возбуждения мобилизации нельзя страну держать четыре года в состоянии угрозы войны или коллективно такого непрерывного празднования своей патриотической горности стирается приедается и так далее но более существенная вещь это механизм переноса ответственности вы видите что Путин все-таки на всем протяжении сохраняет позитивную оценку преобладание позитивно существенное преобладание поддержки и одобрение его деятельности почему потому что вообще говоря он ответил в первую очередь за международную политику которая имеет символическое значение неудача когда мы спрашиваем каковы главные достижения Путина и в каких сферах он был неудачен то оказывается что безусловное признание почти всех это международная политика где по мнению россиян соответственно по мнению той работы средств информации пропаганды он восстановил статус россии как великой державой это главное его достижение россиян вновь заявил о себе как мировой лидер я не говорю сейчас насколько это соответственно реальность и с точки зрения лидеров других стран я говорю как это воспринимается внутри россии в других отношениях сверху он гораздо менее успешен но в частности ситуация на северном кавказе хотя и стабилизировалась но воспринимается как проблемная он абсолютно оказался безуспешен в борьбе с коррупцией он не добился особых успехов в снижении неравенства населения потому что неравенство в доходах оно очень острое у россии слишком велика социальная дифференциация между примерно 15% населения которое выиграли действительно от всех реформ я уже не говорил о действительно тонком слое богатых по многим расчетам 1% населения россии принадлежит примерно около половины всего национального бороться вот да ну и очень скромные успехи его борьбе с преступностью там и другими социальными проблемами напротив вся ответственность переносится на другие уровни прежде всего на медведева премьера министра на правительство на парламент который вызывает очень сильное раздражение и недовольство особенно после крымского после двенадцатого года когда вот начали название взбесившегося принтера вот бесконечная законодательная деятельность в выпусках непосредственных проектов она сильно раздражалась но даже если посмотреть то здесь приход назначение точнее медведева принятер министром и связанные с ним надеждой иллюзией большого части населения его декларации что свобода лучше не свобода что нужно правовое государство сильные институты и так далее которые вызвали поддержку его а потом когда оказалось что это в общем слова то популярность медведева очень быстро начал падать крымская эйфория подняла его но не удержала и с 15 года росло раздражение и неприятие то же самое по отношению к правительству в целом и к парламенту как вы видите здесь даже крымская крымская эйфория крымская мобилизация не помогли иначе говоря работает очень важный механизм переноса ответственности с президента на другие уровни власти президент остается символической фигурой авторитарным лидером национальным лидером представляющим наивысшие коллективные ценности страны безопасность престиж страны как целого возгоршую мощь и так далее а повседневные проблемы записаны в морском сознании за правительством и прочее поэтому можно сказать что здесь действует старая форма такая добрый царь и плохие бояре но в целом это работает главное что при этом что люди при такой организации власти они не видят возможности участия в политической жизни не видят установление авторитарного режима сопровожденного стерилизации политической деятельности введением цензуры с 2003 года когда была произведена такая смена владельцев одного из самых популярных каналов НТВ и установление вытеснения владельцев другого это РТ в которых принадлежат Березовскому группу и взятие под контроль практически всей медиасферы из 22 федеральных общероссийских телевизионных каналов 20 интегрированные в 3 медиахолдинга которые полностью контролируются администрацией президента они пересекают друг друга имеют общие активы и направляются именно администрации президента поэтому я уже не говорю там о массовых печатных изданиях которые тоже входят в эти медиа и прочее на долю относительно я не не говорю независимых или там свободных СМИ но осторожно назову альтернативных приходится примерно 6-7% аудитории это примерно аудитория крупнейших городов это такие издания как ведомости которые частично принадлежат иностранным владельцам поэтому не могут быть полностью уничтожены и поставлены под контроль это новые газеты в меньшей степени это Эхо Москвы там ну еще такие но это не свободное проведение не свободное мнение а в основном конечно централизованные средства массовой информации они полностью управляют и манипулируют общественным мнением и здесь вот как раз начинается то с чего я начал если вы имеете перед вами картинка реальности которая полностью поступает из телевизора вы не можете соотноситься с ней вы другого канала не имеете поэтому люди могут судить росте цены инфляции и относиться к официальной статистике достаточно скептически потому что они проверяют это каждый день на собственном кармане покупки продуктов а вот что касается там террории войны в Сирии или была еще раз говорил ЦРУ по расчленению и уничтожению России тут никаких возможностей проверить до абсолютного большинства людей нет пропаганда сразу скажу пропаганда не создает новых представлений вот вот это важно почти никаких новых тезисов за последние годы не ледяно она поднимает те пласты сознания которые сформировались в советское время во время холодной войны поэтому они безусловны они не подлежат критике поскольку они общеизвестны это известные вещи или как заявляет одна женщина у нас опять на фокус-группах которыми меня поразила женщина лет 65 сказала я с детства с детского сада знаю что Америка враждебно настроена по отношению к России я в первый момент воспринял как фигуру речи усиление а потом прикину сколько ей было лет когда она была пионером в начальных классах это именно тот период поэтому в детстве заложенные представления они не исчезли они спали и пропаганда их пробудила и подняла это очень важный механизм собственно работы общественного изменения сразу пробегу да это навязывание угрозы исходящей запада Соединенных Штатов оно чрезвычайно важно оно обеспечивает условия мобилизации поддержки власти вот о чем я хотел с самого начала сказать в 99 году а если брать еще раньше первые наши опросы это весна восемьдесят девятого года когда мы начали спрашивать если у нашей страны враги то всего 13 процентов говорили есть и называли сепаратисты демократы коммунисты исламисты ЦРУ западные финансовые финансовые круги все вместе составляли 13 процентов а около 50 процентов 47 51 говорили зачем искать врагов когда все проблемы связаны с нами с нашей системой с нашим это был очень важный момент исчезновение врага нейтрализация советских представлений потому что страна подошла к пределу своих возможностей и понимала конец вот конец системы очень быстро поднялись такие в наших опросах доля ответов которые я называю мазокистское сознание черное сознание мы хуже всех мы пример всему миру как не надо жить мы верхние вольты с ракетами выражение которое приписывается Маргарет Тэтчер но я думаю что это придуманная вещь такие коллективные мифы возникающие вот причем доля таких ответов поднялась зэвов в течение двух лет с 89 примерно до 92 года с 7 до 53 процентов это было ощущение коллективно коллективное переживание краха страны своего прошлого чрезвычайно болезнь переживание которое вообще говоря облегчило период реформы и собственно отказ от советской системы потому что сознание так жить больше нельзя оно чрезвычайно распространило это потом как я уже говорил выявились скрытые проблемы трансформационного периода падения жизни и прочее а вот первоначально никакой ксенофобии никакой агрессии не было напротив было желание как можно быстрее вписаться в общий мировой как тогда говорили путь развития но тяжесть реформ она привела к обратному вызвав вот эту потребность компенсации самоутверждения потому что еще раз говорю вот это черное мазохистское переживание мы хуже всех оно было не просто массово оно было чрезвычайно тяжелое и объяснение выходом это был конечно поиск врагов поэтому со второй половины 90-х годов мы начали фиксировать и рост ксенофобии и рост низового компенсаторного национального русского национализма и потребность возвращения статуса великой державы главная заслуга главное ожидание даже еще до прихода Путина от следующего на президентских выборах 96-го года а потом 99-го года это то что следующий президент вернет России статус мировой державы и Путин играл на этом собственно играл вы видите что главная его заслуга с некоторыми там колебаниями это возвращение мифологии великой державы это вовсе не освобождает двойственного и довольно противоречивого восприятия его потому что если не брать сферу внешней политики символического статуса России то отношение к нему достаточно трезвое и критичное начиная с 12-го года с тех пор как Борис Немцов выпустил первый доклад своей Путин и коррупцией мы начали задавать такой вопрос действительно Путин виноват в тех злоупотреблениях в которых его обвиняют оппоненты и очень любопытные здесь распределения вы видите несомненно говорят только в двенадцатом в двенадцатом году только шестнадцатом процентов во время крымской эйфории эта цифра снижается до минимума точно так же это сравнить небольшая часть точно такая же небольшая часть тех которые никогда не поверят глухо отрицают всякие обвинения против Путин вообще говоря это нормальное распределение статистическое полк такой статистический но более важны ответы вот эти наверное да но я об этом мало знаю так же как и все другие высшие чиновники наверное занижены в них но я мало об этом знаю это не просто констатация фактического положения вещей это еще некоторое дистанцирование от этого уход от согласия церкви но меня больше всего конечно интересует вот эта вот часть какая разница верное это или неверное главное что жить стало лучше примерно и вот это две эти составляющей и являются несущей основой авторитарного режима потому что Ханна Арон говорил что в тоталитарных и авторитарных режимах апатия отчуждения устранения от политики равносильно поддержке этого этой власти и вот эта ситуация она и является условием сохранения всей системы на что последний слайд у нас будет еще возможность продолжить на что почему собственно люди не участвуют в политике или отказываются потому что они в отличие от нашей оппозиции очень трезво представляют себе как устроена эта система Путин опирается на силовые структуры прежде всего на политическую полицию на секретную службой на обычную полицию на армию то что в русском языке называется силовые структуры силовики на олигархов то есть тех лиц и корпораций которые он собственно сам и создан которые обеспечивают его существование этого режима прежде всего конечно нефтяные и газовые корпорации которые обеспечивают половину дохода государственного дохода населения ну и в меньшей степени там на директоров крупных предприятий и прочее здесь не весь список приводится потому что скажем простые люди средний класс средний класс там еще сколько-то процентов набирают особенно вот здесь на максимум подъеме но в целом главная опора это вот вертикаль такая власть пирамида и прочее не просто опирается но и выражает их интерес в этом смысле люди не видят для себя возможности участвовать потому что те партии и те организации которые называют себя политическими партиями они созданы Кремлем и соответственно работают в интересах Кремля для людей в общем нету нету условий для выражения их интересов давайте на этом я поставлю потом может быть продолжим в следующий раз у нас будет еще спасибо спасибо Спасибо.